Да, серия ещё не успела начаться, а мне уже грустно. В общем, случилось то, чего мы никто совершенно не предполагали. Оказалось, что лисы очень сильно грузят сервер. Они буквально убивают ТПС. Поэтому придётся как-то от них немного избавляться. Ну и я решил их раздать некоторым людям. И вот уже целая толпа забирающих моих лис. Грустно, грустно, ещё раз грустно. Но чё ж не сделаешь. Ради сервера. Ну и так же многих лисов, увы, придётся убить. Ну и тем не менее, ребят. Это сабмоди. Да-да-да, та самая сабмоди. Шестая серия. Всем привет. Мы начинаем? Думаю, да. Почему бы и нет. В общем-то, за эти пару недель произошло многое. Во-первых, очень много людей подарило мне... Очень много всякого разного. Например, Арс подарил мне очень много листвы. Она пригодится нам для дерева, который я попытаюсь заделать. За это, думаю, также можно сказать ему спасибо. А также, Витязь подогнал мне очень много камня. Очень много камня. И чуть-чуть попозже вы поймёте, для чего он мне в данный момент нужен. Ну, он мне подогнал два больших сундука. Но этого, увы, будет мало. Придётся самому также очень много добывать камня. Ну и также, суперновая Витязь и Перчела подогнали мне офигенный подарок. Это яйцо дракона. И знаете, что я решил? Я решил поставить его прямо около нашего дракона. Ну так немного символично выходит, да? Вот и я так подумал. Огромное серьёзное спасибо данным ребятам. А также, очень много людей мне помогло во время моего прошлого стрима. Эдкрат Пала. Конечно же, Сквад Энджел. И также многие другие ребята. Вам тоже огромное просто спасибо. По крайней мере, не знаю, что бы я сделал без вас, но... Реально огромное спасибо. Ну и по традиции, сегодня надо хотя бы чуть-чуть сделать дерево. Сразу отвечу на маленький вопрос. Почему бы мне его просто взять и не доделать, и всё? Тут проблема закрывается в том, что... Я не умею нормально строить деревья. От слова совсем. И я не знаю, зачем я взялся за такое задание. Поэтому иногда, по чуть-чуть, где-нибудь на стримах, где-нибудь в сериях, где-нибудь за кадром, я буду его делать. И, возможно, когда-нибудь мы его доделаем. Ничего не хочу говорить. Знаю, что это выглядит очень тупо. Очень стрёмно. И вообще не знаю даже, как это выглядит, но... Хотя бы две веточки появилось. Это уже маленький успех. Но... Я забыл про парпорции. Я, конечно, изначально должна начинаться толстой и типа идти к сужению. У меня, по-моему, всё наоборот. Но не важно. Сейчас не об этом. Ну и также, у меня в команде появился подрывник. И... Данная девушка, Левенко, В данный момент подрывает мне мою пещеру. Да. Просто подрывает. Но на самом деле на то есть свои причины. Во-первых, мы с ней придумали кое-что очень годное и грандиозное. Да, пока что я не буду говорить, что это. Пока что всё это будет в тайне. Но скажу так. К концу сезона многие люди, возможно, даже все, просто отфигеют от нашей затеи. И пока что я сам даже немножечко нахожусь в таком шоковом состоянии. И у меня право сейчас дикое желание всё это сделать и доделать. Ну что ж. Надо. Надо, надо, надо. Сделаем. Всё будет классно. Но также для осуществления нашей сегодняшней идеи, которая у меня в голове, мне понадобится очень много кирок. Прям очень много кирок на шёлк. И именно этим сейчас я и занимаюсь. Я просто чарю эти кирки и... Ну, да, скучные и тому подобное, но надо. Да, боже. Эп, стоп, куда? Нет, стоп, ви... Эм, ну что сказать. Лох по жизни это судьба, ничего более, ладно. Так и да. Помимо всего этого, я сошёл с ума. Я решил сделать себе ещё одну гуру. Изначально была идея сделать две горы, но я такой... Почему бы тогда не сделать одну, но большую гору? Ну и в общем-таки да. Вы сейчас видите, скажем так, начало горы. И в будущем здесь будет гора. И, скажем так, те два сундука камня, которые мне подарили, это лишь, скажем так, капля в море. Потому что... Мне надо будет гораздо больше камня. И знаете, что это значит? Да, это значит то, что надо придумывать какую-либо ферму. В моём случае, надо придумать ферму камня. Потому что без этого, ну серьёзно, мне лично никуда. Потому что камень у меня используется совершенно везде. В горах, в постройке домиков, в постройке ещё чего-либо и тому подобное. В общем, камня надо реально много. И расположить данную ферму я планирую там же, где и все остальные. Вот буквально вот тут. Сейчас здесь обычная стенка. Но, если мы сейчас начнем её вот так вот копать, приливать туда-вдаль и тому подобное, то, думаю, там у нас как раз-таки эта ферма и поместится. Она, в свою очередь, будет состоять из трёх ферм. Первая, это ферма булыжника. Да. Вторая ферма, это ферма ламинарий. Она будет нам приносить так таковое топливо. А топливо нам надо для того, чтобы запитать турбопечку. Это третья часть данной замечательной фермы. И всё это вместе будет нам выдавать бесконечное количество камня. Столько, сколько мы захотим. Нужно будет всего лишь что постоять, паф и кашить, и всё. Камень у нас уже будет в кармане. Причём в огромных количествах. Кхм. Забыл упомянуть. Копать-то надо будет реально очень много. А также, нужно вылить небольшое углубление для фермы ламинарий. Где они, во-первых, будут сами расти. А во-вторых, где они будут плавиться. Сушёные ламинарии. Да. Также, думаю, можно сразу сделать механизм, который будет передавать наши ламинарии через дроппер. Дроппер. И по факту он должен работать. Да? Ты же работаешь? Да. Он работает. И сейчас всё это передаётся в воронки. А из воронок в сундук. Замечательно. Продолжаем. Добудем себе буквально немножечко чернильных мешочков. Для стекла чёрного. Буквально стак, либо два. Ну и теперь с помощью данного стекла начнём делать себе стенки. Да. Чтоб всё было прозрачно, красиво и тому подобное. Ну и какой, конечно же, механизм без поршней и наблюдателей. Поставим их так же, чтобы были, может, когда-нибудь пригодятся. Конечно, ага. Ну а теперь можно смело подключать всю нашу систему к воронкам. Чтобы весь лут с фермы ламинарий бежал в них, а из них он уже попадал в печки. И чтобы там всё это плавилось, и чтобы всё было замечательно. Ну и осталось самое последнее. Это сделать везде бесконечные стенки воды и посадить ламинарии. И на этом первый ряд из трёх будет уже готов. Ну и тем временем термо готово. Да, уже всё это по факту должно работать. Да, уже даже забитые воронки парочку. Это замечательно, как я считаю. И поэтому можно немножечко расслабиться. Да. Это... Мне тут это... Фокусы решили показать, и я немножечко удивлён. По крайней мере я не могу понять, как всё это работает. Вроде поршень, вроде нет даже никакой подпитки. И нету ничего снизу. При этом даже сейчас если всё это сломать, повторить вот эту историю, то сигнал всё равно будет передаваться. Вот. Эм... Даже если сломать этот блок. Боковой. По факту. И типа... Это непонятно, но прикольно. Вот особенно мне понравился вот этот фокус. Смотрите. Вот есть камень. Мы его ломаем. И обратно убираем всё это. Но поршень-то остаётся выдвинутой. Сколько раз ты не тыкаешь, он будет работать. И при этом он срабатывает на отжатии. И... Короче, если есть знатоки, то будьте, пожалуйста, добры рассказать, как всё это работает. А то я немножечко это в шоке. Ну и также в 3 часа ночи мы решили с одним игроком Саба. С Хари. По типу татент. Типу... Нам нужны шелкера. Да... Мне чистые литры тоже немножечко понадобились бы. И... Чё бы и нет-то, собственно говоря. Почему бы не полутать? Не полетать? Не покайфовать? Да? Да. И кстати... Вот именно вот за это... Я ей обожаю, Энд. За то, что ты можешь полетать. Покайфовать. Тем более здесь такое красивое тёмное небо. Всё, как я люблю. И... Была бы моя возможность, я бы здесь, наверное, даже поселился. Да, чё? Классно. Много возможностей. Замечательно. Ну а вернёмся к делу. Мне надо много обсидиана. Для фермы булыжника. Да, надо его просто взять и весь выкопать. Буквально ста к три. Может и больше. Кто знает. Ну и, во-первых, можно выкопать маленькую такую... Ну да, небольшую территорию для данной фермы. А... Почему она такая высокая? То здесь, на самом деле, ответ простой. Потому что снизу будет находиться сама ферма. И так как она будет автоматической, то сверху будет находиться ТНТ-машинка, которая будет весь булыжник, ну либо камень, взрывать. И дальше он по воде будет попадать в воронки, из воронок в сундук. И, короче, булыжника у нас будет много. Ну а сама ферма строится очень просто. Надо просто сделать такую вот обсидиановую коробочку. И в ней уже располагать такие вот, скажем так, во-первых, механизмы. Это липкие поршня, обычные поршня, наблюдатели, повторители, редстоуны, пятое, десятое, пятидесятое, короче. Все сложно. Но все просто. Я знаю, что я логический человек, да. Ну и осталось провести такой редстоун-сигнал для рычага, который у нас будет находиться около входа. И все. Скажем так, показывать сам процесс постройки я не буду, потому что... Потому что все это можно найти на каких-либо видеообзорах и тому подобное. Ну а я... А я что? А я летплейщик. Да. Я просто играю на сабе. Мы начинаем с самое веселое. Мое самое любимое занятие в Майнкрафте. Это постройка так называемых гусей. Да-да-да-да-да. Это дюб ТНТшки, которые работают очень просто, которые я не знаю, как люди догадались до него. Но сам факт того, что он работает, работает хорошо. И дюбает ТНТ. И почему все это легально, это остается фактом. Ну а сейчас вы можете наблюдать, как Алоин пытается... Очень сильно пытается залететь на эту ТНТ-машинку. И у него ничего не выходит, потому что это Алоин. Он все-таки лох по жизни, но как бы да. И сейчас он чуть не умер, но как бы это смешно должно быть. Ну да, ну конечно же. Ну скажите, что смешно, смотрите. Сейчас он просто возьмет и залетит. Да? Да-да-да. Ты сейчас залетишь, Алоин? Давай-давай-давай. Да. Он не залетел. И я психодул. Да. Пришло время для последнего. Это строительство турбо-печки. Да, данную турбо-печку я строил раньше всегда на других серверах и на первом сезоне саба. Ее строил не только я, я строил в Зеквиэль, Флеймус на Мейншилде. В общем-то да, это та самая турбо-печка на 64 печек с морем просто воронок, вагонеток и тому подобного. Да и на самом-таки деле эта печка делается очень просто. Просто здесь нужно просто колоссальное количество воронок. Ну, рав, это получается очень много железа, очень много дерева для сундуков. Да, много ресурсов. Теперь просто расставляем все печки, а это 64 печки. 8 я уже поставил. Осталось, значит всего 56. Неплохо. Также сразу можно подключить к данным печкам воронки для вывода из них предметов. И также для того, чтобы в эти печки попадало топливо. В моем случае с блоки с сушеной ламинарией. Ну и в общем-таки да. Для вас прошло буквально пару секунд. Там пару десятков. Для меня прошло часов так 3, наверное, чтобы сделать данную печку. Чтобы найти все ресурсы. И теперь она работает. Мы кладем камень. И он с моментальной скоростью просто уходит в вагонетки. И с такой же скоростью он приходит сюда. Кстати, по вагонеткам он направляется в печки. Там все это плавится. Потом нижние вагонетки все это забирают. А нет, не вагонетки, а хопперы. И все это передается наверх. И по воронкам спускается в сундук. Ну, скажем так, основная часть нашей фермы готова. Осталось только все это оформить. Погнали. Оформление я буду делать в своем же стиле. Это ель и каменные кирпичи. Куда ж без них. Делаем столбики из ели. Да, и делаем так, чтобы все это совпадало с потолком. На дрипичке заменяем весь камень на каменный кирпичи. Потому что так будет выглядеть лучше, но оно ж понятно, да? Ну и также везде заменяем камень на каменный кирпичи. Ну, это понятно. Везде не только стены, а также пол, потолок, тому подобное. Везде будут каменные кирпичи, только на потолке они будут красивыми. Да, я подумаю, как все это можно сделать получше. Ну и теперь с помощью подмостков начинаем, наконец-таки, переделывать наш потолок. Эм, на основе он будет состоять из двух блоков. Первое, это камень. Второе, это еловые доски. Потому что в сочетании данные два блока дают отличный просто результат. А еще у меня без подмостки, потому что я в них все время застреваю. А еще на них нельзя нормально встать на шифт. Ненавижу эти блоки, но откуда-то они у меня есть. Типа, чё бы не воспользоваться. А, следовательно, вот что. Оформление готово, но, кажется, чего-то не хватает. Хммм. Во, так-то лучше. Сразу видно то, что все это делал Алоин и... Ну да, все, теперь мне все точно нравится. Осталось только добавить такие блоки, как... Сундуки, бочки и, думаю, будет нормально. Так и вот и китам. Все готово, все замечательно. За это время у нас успела переработать столько вот ламинарий. Это, конечно, немного, но на первое время хватит. И давайте вам объясню, что здесь да как. Ламинарии я буду переделывать в блоки сушеных ламинарий. И они у нас будут уходить в печку. Нашу суперпечку, да. Потом также в эту суперпечку будут поступать булыжник. И совместно данные, скажем так, три фермы будут нам выводить бесконечное количество камня. Но тут уже есть маленькая проблема. Если так подумать, то у нас 64 в печке. И по-хорошему надо сделать так, чтобы в каждой печке было по стаку сушеных блоков ламинарий. Ну, вы умножите 64 на 64, мне счастливее, вы поймете сколько надо сушеных блоков ламинарий. И также будет замечательно понятно то, что... Надо строить что-то больше. Да, этого не хватит вообще никак. Да. В общем, я психанул и решил бомбануть еще одну ферму. На полторы тысячи ростков. И вот сейчас только посмотрите, какая будет красота. Боже, как я обожаю так делать. Особенно, когда промокли это огромные поверхности с водой. Ну, не красота, аль? Вот, серьезно, вот, по-моему, очень реально прикольно. Давайте до конца досмотрим. Прям... Ммм... Кайф. Так и в общем-то да. Все готово. Все замечательно. Все покрыто стеклом. Все задекорировано. Везде есть мои любимые блоки. И уже, кстати, все выросло. А знаете, что это значит? Значит, это может значить сейчас только одно. Что можно нажать на этот нотный блок, и все пойдет работать. Да. Именно так я себе это и представлял. И только посмотрите. Сейчас могут быть небольшие лаги, конечно, потому что... Там очень много ламинарий, которые ломаются. Причем в одно время. И, в общем-то, кида. Ламинарии поднимаются наверх, к течению. И по течению уже стекают воронки. Да, это все работает так просто. А от воронок они идут в сундук на складе. И буквально за два захода у меня накопилось уже полтора сундука. И прикол в том, что это еще не все. Все воронки, которые там, они сейчас забиты. И вот примерно так, если умножить, 5 на 54. Это столько там еще стаков предметов. В общем-таки да. И да, я, кстати, сделал здесь дорожечку прям до самой турбопечки. Так, чтобы ее нигде не обходить. И чтобы было просто прямиком такой вот проходик. А за то время, пока я строил ту ферму, эта ферма успела мне пережарить все ламинарии, которые у меня были. И в итоге у нас теперь с вами есть очень много блоков сушеных ламинарий. При этом забиты все выбрасыватели, все воронки и... Жизнь прекрасна. Зашибись. Ну и тем временем, это была Сабмодия. Шестая серия. Уже, да. С вами был Аллоин. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Лучшие из них я оставлю в следующий ролик. Ссылочки на меня и на мою группу в ВК, конечно же, будут в описании. Ну и всем удачки, ребят. Всем покусики. Субтитры создавал DimaTorzok